птицу рыбу и девицу бери руками верите мне вы или не верите а нравится именно ножки и те которые возле спинки супер пупер ржаной самогон и курочка и все привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю курочку да ту долгожданную курочку о которой вы все время спрашивали где курочка когда мы ее будем кушать сегодня будет курочка земляном тандыре или просто в яме посмотрите яма уже греется это уже второй розжиг земляного тандыра в первом розжиге я делал головы барашка они получились очень вкусные как это было смотрите ссылочка вот здесь вверху но сегодня я усовершенствовал яму потому что в тот раз я не смог сделать вентиляцию и огонь горел неохотно а сегодня я сделал обалденнейший вот такую супер пупер вентиляцию костер горит классно поэтому все стало намного лучше и ямку я даже немножко облагородил кирпичом чтобы он легче набирал температуру пока огонь прогорает я приготовил курочку и теперь займусь овощами когда курочка будет в тандыре готовиться с нее будет капать жир я сначала хотел курочку перевернуть животиком вверх чтобы весь жирок который будет вытапливаться остался внутри но потом я подумал и еще посмотрел у некоторых людей как они делают и мне понравилась идея взять казанок в него положить разных овощей и над ним повесить курочку тогда она будет греться жирок с ним будет капать прямо в казанчик ничего не сгорит не будет пахнуть горелым жиром и овощи какие будут казанчики готовится пропитаются обалденнейшим жирком от курочки поэтому спасибо всем кто так делает я хочу попробовать в этот раз сделать также из овощей я использую совсем чуть-чуть картошечки морковочку немного свежего лучка красный болгарский перец и обычный желтенький перчик немного баклажанчиков и конечно же мой любимый острый перчик все это я складываю в казан для того чтобы удобнее было солить и приправлять приправками все овощи я их высыплю вот сюда на блюдо и хорошенечко посолю перемешаю здесь у меня заранее приготовленные пряности это зерна кориандра черный перец маленькая щепоточка зиры и и все для вкуса я добавлю немного обычного рафинированного масла казани я заранее сделал вот такие отверстия за которые его подвешу на крючочки сейчас я замариную цыпленка из пряности я буду использовать такие приправки уцхасунели это очень ароматные зернышки настоящий корень куркумы он очень ярко желтого цвета и очень ароматный розовый перец перец чили черный перец горошек белый перец горошек тимьян зерна кориандра несколько горошинок душистого перца пара звездочек бутончиков воздички и белый перец я же называл обычно пропорция соли на корочку такая на хорошую большую курицу мы берем две столовые ложки с маленькой горкой соли это курочка оказалось кило 700 она абсолютно небольшая поэтому здесь одна ложка соли с горкой это будет вполне достаточно вот столько и еще чуть-чуть все пряности высыпаю в стопку и хорошенечко размалываю и теперь самое интересное я беру мелко рубленый чесночок и кладу его внутрь цыпленка и там хорошенечко растирают цыпленка я кладу в целлофановый кулечек и он будет отдыхать до завтра пока мы его положим земляной тандыр ручки и ножки у курочки я обмотал фольгой чтобы они не сгорели вот так и я хорошенечко посадил на шампуре и попробуем все это примостить над мангалом сверху я накрываю листом металлическим и укрываю его мешком сейчас я закрываю поддувало чтобы уменьшить тягу и уменьшить жар ямку с курочкой я накрыл ветками зелеными листочками сверху положил металлический лист и накрыл мешками а мешки я засыпал землей для того чтобы уменьшить тягу я закрыл поддувало слышно как уже шипит в казанчике все овощи сколько будет готовиться курочка я не знаю если бы это был тандыр она бы готовилась такого размера курочка 1 килограмм 700 грамм минут двадцать тридцать потому что она и так молоденькая ее нужно нагреть и все она уже готова как бы здесь я не знаю я думаю не меньше тридцати минут и будем молиться чтобы она не обгорела все набираемся терпения и ждем прошло ровно 40 минут мне интересно что же там внутри перед тем как закладывать курочку я померил термометром температуру так вот у него было зашкаливание он не мог показать правильную температуру сейчас уже 140 градусов на камешке 130 то есть земляной тандыр нормально отработал и остык а железячка горячая шкварчит у меня просто нет слов я не знал что будет так красиво я очень доволен вот так выглядит земляной тандыр после использования если бы эту ямку полностью выложить камнем ему бы цены не было это был бы настоящий полноценный тандыр на открытом воздухе всего пол казанка тандырь взял свою долю зато какое жирное жир курочки здесь остался класс друзья курочка в земляном тандыре уже готова я даже не предполагал что она быть такая красивая она в меру золотистая в полностью вся пропеклась я надеюсь пока еще не знаю и овощи да класс а у меня в руках настоящий дистиллят из ржи рожь очень тонкий и благородный продукт бутылочка запотела сейчас самое лучшее время для дегустации потому что на улице прекрасная погода уже не жарко но еще и не холодно и курочка рожь очень вкусная помидорчик но курочка иди сюда косточка вылезла вот так мяско полностью разваливается я не знаю как вам показать что она готова или нет я беру ее руками вообще мне больше всего в курочки нравится не грудка хотя все считают грудку деликатесом а нравится именно ножки и те которые возле спинки вот в них сосредоточена вся суть курочки поэтому с них я и начну слышно аромат именно курочки гриль такой как мы привыкли кушать из магазинчика мяско на мой взгляд полностью идеально приготовлено в любом случае эти молодые бройлеры магазинные или домашние если их правильно вырастили то они готовятся очень быстро вот это легкая розовинка но это не потому что мяско не готовилось просто именно скорее всего такой бройлер потому что вот суставной ямки всю полностью прозрачные никакой розовой жидкости нет сама курочка полностью готова верите мне вы или не верите но на то я горяченькая но она уже отдохнула попробуем ложечкой смотрите полностью вся курочка приготовилась но уже есть комарики еще есть дистиллят из ржи у меня все руки в курицы потому что я очень хорошо помню пословицу птицу рыбу и девицу бери руками самогон из ржи ржаной самогон вкуснятина помидортик и попробуем овощи тут уже есть комарики поэтому я буду их гонять картошечка прекрасно а морковка я очень обожаю морковку морковка почти почти уже стала мягкой то есть еще чуть-чуть бы и она бы была не такая вкусная как я ее обычно люблю и баклажаны синие баклажаны да баклажаны класс перчик попробуем перчик овощи очень хорошо приготовились если будет кровидным они даже сильно переготовились но в этом и есть суть для того чтобы весь жирок из курочки сохранился и он накапал в казанок с овощами мы их туда и положили я не мог положить их раньше а курочку позже потому что в этом и есть суть тандыра все закладывается одновременно хотя если бы я порезал и овощи более крупными кусками возможно они были бы сейчас приготовлены в меру но мы говорим о курочке поэтому давайте попробуем еще раз курочку немножко из грудки вот такая золотистая шкурка у них она такая золотистая потому что я сюда добавил настоящий корень куркумы класс у вас и после любят мясо а я люблю самогон ржаной если нравится насекомым значит нравится всем какой огурчик мяско вот так обожаю когда ручки сейчас подожди мальчик иди в жопу мальчик отойди с камеры лето природа прекрасная погода холодный ржаной самогон и курочка приготовленная в земляном тандыре что может быть вкуснее друзья если вам понравилось мое видео ставьте вот такие хромадные толстые лайки пишите в комментариях как вам понравилась моя курочка если вам понравился мой канал подписывайтесь ссылочка вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы выйдете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место ням 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 ням